Приветствую вас, дамы и господа. В преддверии выхода Дельта Форс в ранний доступ, Тим Джейд устроила последний раунд технического тестирования, добавив к уже существующим элементам пару новых карт и оперативника. Вернее, оперативницу. Я не знаю, боты им пользуются, нет? Она ч... Впрочем, лично я хотел ознакомиться вовсе не с контентной частью, с ней у игры никаких проблем. Меня больше интересовало состояние трех огромных дыр в фундаменте игры. Наличие ботов в мультиплеере, куча проблем с управлением, особенно это касалось техники и неприлично топорный мувмент, который совсем не подходил к общему темпу игры. При всех достоинствах Дельта Форс, эти три недостатка уничтожали львиную часть веселья в игре, по крайней мере в Баттлфилд на ее части. Забегая вперед скажу, что этих проблем больше нет. Ну почти. Начнем с ботов. Эти цифровые терминаторы были подобны агенту Смиту в Матрице. Они видели вас сквозь дым, стены, вселенную, не промахивались из голых пушек и, уничтожив вас, начинали пялиться в стену в поисках следующей жертвы. Согласитесь, такой элемент здорово портит пехотное веселье, особенно с учетом того факта, что вы зашли в мультиплеерный режим без намека на ПВЕ. К счастью, Тим Джейд умеет слушать и слышать, поэтому теперь боты останутся только в специальном тренировочном режиме и иногда будут появляться в пустых лобби. Что касается управления, то тут открылся аттракцион невиданной щедрости. Вы можете настраивать каждый элемент отдельно. Чувствительность от третьего лица, от первого лица и от первого лица в зуме, с применением коэффициента удаления монитора или без него. Можете поворачивать вертолет хоть кнопкой, хоть мышкой, дублировать бинды, чтобы не терять контроль над техникой в любой ситуации. В общем, и если вы захотите, вам будет удобно. И на десерт – мувмент. Если честно, я плохо помню, как именно ощущалось передвижение в предыдущем тесте, но то, что так называемый паркур работал из рук вон плохо, помню хорошо. Типичная ситуация. Вы стоите за мешком с песком на крыше и ведете огонь по противнику. Враг выходит из поля вашего зрения, вы хотите залезть на мешок и добить его, но вместо этого персонаж начинает бить сам мешок в прыжке. Как консольщик, которому сказали, что Last of Us не лучшая игра на свете. И к тому моменту, когда ваш персонаж все-таки залез на чертов мешок, враг уже стоит в пряиме и готов вас пристрелить. Теперь вы можете назначить прыжок и карабканье на разные кнопки и навсегда забыть про эту проблему. Персонаж больше никогда не прыгнет, когда надо карабкаться, и никогда не начнет карабкаться вместо прыжка. Просто, изящно, эффективно. Разумеется, в эпоху цифровых продуктов, которые своей сыростью хотят бросить вызов воде, нельзя не упомянуть техническую часть Delta Force. Она делает самое главное — не мешает играть. Да, она не идеальна. Например, на новой городской карте у меня случались просадки до 80 кадров в секунду без видимых на то причин, но это, пожалуй, единственное, что привлекало к себе внимание. В остальном, вы будете фокусироваться на решении игровых задач, а не проблем с игрой, как это было, сами знаете где. К слову об игровых задачах. Тут Delta Force может дать фору любой игре. Напомню, что Delta состоит из трех частей. Режим а-ля Battlefield с пехотой и техникой, режим а-ля Тарков с лутом и боссами и одиночной кампанией, которая, правда, подъедет только в начале 25-го года. Про Тарковскую часть лучше послушайте кого-нибудь другого. Я её посмотрел ещё в апреле в китайском ЗБТ, и к нему была только одна претензия — отсутствие соло-режима, хотя даже он вроде как появился в платных рейдах. В остальном, там воссы, маленькая тележка контента из кучи механик, от улучшения убежища и квестов до выноса из рейда особо ценных предметов, при поднятии которых вы отмечаетесь на карте. Приятный визуал, отличная стрельба, очень дружелюбный интерфейс и карта с ПВЕ-режимом. Ещё и бесплатно. Просто неслыханно. В свою очередь, Батлфилдный режим предлагает полномасштабные сражения с участием до 64 игроков одновременно. Пехота, бронетехника разной весовой категории, разведывательный и ударный вертолёт — всё в вашем распоряжении. В зависимости от карты игрокам доступно некоторое количество техники на базе и захваченных точках, плюс вы можете вызвать свою персональную колесницу в соответствии с игровыми задачами через планшет. Не удаётся продавить точку — вызовите танк. Нужны быстрые выпады и плацдарм для высадки команды — броневик вашим услугам. Вражеский вертолёт выпил всю кровь — хватайте зенитку. К счастью, а может и к сожалению, вся команда в танкистов не превратится. Существует ограничение на единовременное количество бронетехники у каждой команды, но и того, что есть, вполне достаточно, чтобы раунды ощущались разнообразно. Особенно с учётом того, что техника кастомизируется, и два внешне одинаковых ОБТ могут обладать совсем неодинаковыми возможностями. Пехотинцы же примерят на себя роль оперативников, которые в свою очередь разделены на условные классы — штурмовик, медик, инженер и разведчик. Классы отличаются друг от друга доступным оружием и гаджетами, но, разумеется, львиную долю оригинальности приносит сам оперативник. Ускоряющий экзоскелет, рой оглушающих дронов, быстровозводимое укрытие, управляемая ракета — всевозможные продукты военпрома в сдержанно-футуристичном исполнении. Оружейная кастомизация позволяет заменить и настроить практически любой узел, от дульного устройства до приклада. Понравилась точка Red Dot, но не хватает зума? Нет проблем, добавьте ему немного оптической силы. У четырёхкратника удобная прицельная сетка, но он слишком далеко от глаз и затрудняет обзор? Передвиньте его по планке. Какой бы ни был стиль игры от очковой кобры до Джона Рэмбо, вы всегда сможете подстроить под него своё оружие. Впрочем, довольно о сухих фактах. В игре приходят за эмоциями, и говоря о них, без упоминания Battlefield не обойтись, нотки этой серии витают буквально повсюду. Разумеется, Дельта Форс скована своей всеплатформенностью, ей не достаёт размаха и помпы, небоскрёбы не падают, разрушаемости не так много, вертолётам не хватает плавности и инерции. Но это недостатки визуальной атмосферы. Сам геймплей разнообразен и динамичен. Да чёрт возьми, я когда зашёл проверить, пустят ли меня на американский сервер, два часа спустя обнаружил себя всё ещё играющим в игру. Дельта Форс определённо готова развлекать игроков. Её выход в ранний доступ состоится 5 декабря буквально везде, в Steam, Epic Games, мобильных площадках и собственном лаунчере разработчиков. Так что если кто-то испытывает трудности с глобальными сервисами, воспользуйтесь родным лаунчером. Через него можно играть без каких бы то ни было региональных ограничений. А на сегодня всё. Спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся на поле боя. Какая ж медленная соплята, ёбаный в рот. Всё, блядь. Блядь. Гранатомёт достал, проверяется. Неплохо получилось. Но это вообще не Call of Duty, даже если визуально... Он может починить. Сейчас. Чини. Теперь я гондон. Был он гондон. Теперь я гондон. Наёбка. Да, небольшая наёбочка присутствует. Вот это пиздец. Ну он мог починить, чё он не чинил. Ля ты крыса. Ля он крыса. Ну ты гондон. Вот наша бы стала вашему столу. Мне как бы напарник... Блядь, он резнулся пилотом. Ёбаный в рот. Ну пилотируй нахуй. Альфа-1 Где-то я такое видел. Альфа-2 Куток в краю.